Ну и последнее, что нам, как обычно, нужно обсудить, это лексический минимум и разминку к данному уроку. Лексический минимум к концу учебника стали какими-то ужасающими куцами, всего три слова в данном случае предлагается. Это, во-первых, глагол «апуруми», это глагол «нами», это то, что мы будем изучать на следующем уроке. То есть, как образуется форма этого глагола, какие особенности есть, видите, «ми» совершенно непривычное окончание. Мы обсудим с вами в рамках следующего урока, но пока вот просто выучите этот глагол. У него есть пара особенностей. Во-первых, в действительный залог «уничтожаю» значение, а в средний залог «погибаю». И вот это вот небольшое изменение значения в разных залогах, пожалуйста, отметьте для себя, в греческом языке иногда встречается такое, что значения в разных залогах расходятся. И здесь еще мы хотя бы понимаем, как из одного другое образуется. А у некоторых глаголов залогозначения вообще ушли далеко, и тогда для каждого залога значения нужно заучивать отдельно. Основа у этого глагола «ол» двойная лянда возникает при добавлении суффикса «ну» в настоящем времени, когда «ну» превращается в «лу», а в других временах просто остается вот это «ол» ну и какими-то вариациями. Имперфекцию этого глагола «ап-о» и «ап-о-у-у-у» здесь не части приставки, а части основы, поэтому она удлиняется «ап-о-лу-он». Но остальное все по правилам, основа настоящего времени сохраняется. Будущее время «ап-олэ-сон». Ну, тут добавляется эпсилон, и в остальном в будущее время более-менее узнаваемо, но не всегда есть и форма АПОЛО. И такая-такая форма встречается. Вторая форма, так как если эпсилон не добавляется, то это сонованный глагол, сигма быть не может, и мы видим вот результат слияния эпсилон с омикой по ударению. АОРИС этого глагола АПОЛЕСА, АП приставка О приращении, ну ОЛЭ, такой же бой, как и в будущем времени корень, и СА образующая времени АОРИСа, достаточно стандартная, и перфект АПО, АП, ОЛ, ОЛ, А. Ну, довольно странно выглядящее удвоение, ну, тут просто, наверное, запомнить и всё. Ну, вот это ОЛ, если вы помните, то велика вероятность, что этот глагол вы всё-таки узнаете. Второй глагол АПОЛУО, ну, АПО приставка ЛУ, корень и корень ЛУ мы хорошо знаем, он во всех параде используется, поэтому все формы вы его хорошо узнаете, и ещё частица ЭЙТЕ, ЛИ или ИЛЯ. Вот весь токсический минимум, но много нового материала, там надо морфемы причастий заучивать, разбираться во всём этом, морфемы повелительного украинения заучивать, разбираться во всём этом, вот видимо щадя вас, вам дают совсем чуть-чуть слов. Ну, и, конечно же, нужно делать домашние задания. Давайте мы разминочные упражнения глянем вместе, а потом вы будете над заданием дальше работать, упражняясь появительным уклонениям. ФЕРЕТЕ АУТОН ПРОСМЕ. Гогол ФЕРУ. И, может быть, в данном случае, истолкован, конечно, и как изъявительное наклонение. Вы несёте его ко мне, но если вы посмотрите реальный контекст употребления данной фразы, вы поймёте, что там только повелительное наклонение имеет смысл. Ну, и урок про повелительное наклонение, поэтому переводим. НЕСИТЕ ЕГО КО МНЕ. АКУЛУ ТЕЙ МУ. Мы с вами пару раз сегодня АКУЛУ ТЕ уже обсуждали. Это эпсилон-слитный глагол, поэтому АКУЛУ ТЕ Э. ВЕПСИЛОН СЛИТЕ ЗВИРТОНГ ЭЙ. Но если мы обратно отмотаем процесс, увидим АКУЛУ ТЕ ПЛЮС Э и поймём, что это повелительное наклонение следует за мною. МЕ. ФУБЭЙ СТЕ. ФУБЭ. Ну, выйдет, ФУБЭЛ МАЙ. Глагол БОЯТСЯ. И 2 эпсилона опять слились, дали лифтонг ЭЙ. Ну, ещё окончание СТЕ. Второго лица множественного числа. Конечно, можно было бы подумать, что это изъявительное наклонение. Вы боитесь. Но частица МЕ подсказывает нам, что это точно неизъявительное наклонение. Потому что с изъявительным употребляется частица У, а за пределами изъявительного наклонения частица МЕ. Поэтому не бойтесь. Дельта. ЭТЕ СОН МЕ. ХО ИЯН ТЕЛОС. Это глагол АЙТЕЛ. В АОРИСТЕ. Повелительного наклонения. Видите, окончание СОН. Такое яркое, хорошо видное, узнаваемое для АОРИСТа второго лица и единственного числа. ПОПРОСИ МЕНЯ. ХО ИЯН ТЕЛОС. ХО ИЯН, это не КОТОРЫЕ, если надо переводить. ХО ИЯН, так же как ХОС ИЯН, как ХОС Ан, переводится что? То есть ХО, ХОС ИЯН переводится кто? ХО ИЯН переводится что? ПОПРОСИ У МЕНЯ, ЧТО ХОЧЕШЬ. Ну и ПОПРОСИ У МЕНЯ, ЧТО ХОЧЕШЬ. ХОПАГЕ, ХОПИСТИ СО, СОСА КЕН, СЕ. ХОПАГЕ, повелительное наклонение от ХОПАГО, ИДИ, повелительное наклонение, ВЕРА ТВОЯ СПАСЛА ТЕБЯ. СЕ, СО КЕН, это перфект от глагола СОЗО. СЕ, удвоение, СО, то что осталось от основы, СОБ, основа, но ДЭТА все время куда-то пропадает. К, типичная образующая перфекта, ну Н. ВЕРА ТВОЯ СПАСЛА ТЕБЯ. СПАСЛА перфекта, вот ты сейчас в состоянии спасенности находишься, ИДИ, ВЕРА ТВОЯ СПАСЛА ТЕБЯ. ЗЭТА. ЭГЕРЭСТА. АГОМА. Итак, давайте. ЭГЕРЭСТА. Это глагол ЭГЕРО. Второе лицо, множественное число. В данном случае повелительное наклонение. Вставайте, ну поднимайтесь. И теперь АГОМА. Это сослагательное наклонение первого лица. Видите, ну глагол ОГО. Видите удлинённую соединительную гласную. АГОМА. Если бы это было изъявительное наклонение, то здесь было бы ОМЕГРО, но в сослагательном наклонении ОМЕГРО. А сослагательное наклонение первого лица имеет специальное значение. Давайте что-то сделаем. В данном случае ВСТАВАЙТЕ, ПОЙДЁМ. И вот это вот ПОЙДЁМ, лучше нам помогает понять, что да, вот здесь призыв, повеление. ВСТАВАЙТЕ, ВСТАВАЙТЕ, ПОЙДЁМ. Да, ну по поводу ЭГРО, ЭСТАВАЙТЕ, это форма среднестрадательного залога. Если ЭГЕРО, это поднимать кого-то, то в среднестрадательном залоге, это, ну помимо других значений, подниматься. Ну, поднимать себя, наверное, не очень корректно, будет сказать, да, ну, подниматься, как раз нормальная форма от глагола со значением поднимать. Итак, поднимайтесь, ВСТАВАЙТЕ, ПОЙДЁМ. И последнее. ХУПАГЭТЕ, ЭЙПАТЕ, ТОИС, НА ДЕТАЙС, ПОЛТУМ. ХУПАГО, ГЛАГОЛ. В данном случае, опять же, второе лицо, множественное число, но ВГОК, да, и контекст нам подсказывает, что мы должны это повелительным наклонением переводить. ИДИТЕ, ЭЙПАТЕ. Это повелительное наклонение от ЛЕГО в АОЛИСТЕ ЭЙПОН. Ну, здесь, видите, окончание АТ появляется, альфа типичная для АОЛИСТА ИТ. для второго лица, множественного числа. Скажите ученикам его. Идите, скажите ученикам его. Здесь есть повелительное наклонение настоящего времени и повелительное наклонение его лица. Идите, ну, некий процесс рождения, и скажите. Само говорение, да, предполагает, ну, какой-то целостность действия. Поэтому вот так времена варьируются. Внимательно смотрите на окончание. Внимательно размышляйте о слиянии услитных глаголов. Смотрите на контекст, чтобы разобраться с глаголами второго лица множественного числа. Ну, и с повелительным наклонением вы справитесь. У вас есть возможность потренироваться. Пожалуйста, аккуратно делайте домашнее задание. Благословение!